Здравствуйте, коллеги! В современном мире люди проводят на работе и учебе большую часть своего времени. Отдельно хотелось бы отметить студентов, которые действительно утром учеба, вечером работа. И при таком графике, даже при необходимости, посещать библиотеку весьма затруднительно. Опираясь на режим современного общества, нам с вами тоже необходимо подстраиваться под современные запросы и уже потихоньку задумываться на переход на круглосуточный режим работы или хотя бы круглосуточный сервис. И с этой задачей вам поможет справиться RFID-оборудование. RFID-оборудование достаточно давно и успешно обосновалось в российских библиотеках. Давайте рассмотрим на примере, как RFID-оборудование может помочь в переходе библиотеки на круглосуточный режим работы. Системы контроля и управления доступом на базе ваших читательских билетов позволят ограничить доступ неавторизированных читателей в библиотеку в ночное время. Станции книговыдачи и книговозврата автоматизируют обслуживание читателей в читальных залах без участия библиотекарей. Но также среди читателей есть и недобросовестные пользователи, и противокрашенные ворота помогут избежать неправомерного выноса литературы или банально позабывчивости. Для людей, которые уже знают, что они хотят взять в библиотеки, есть возможность заранее оформить заказ через интернет, и в рабочее время библиотекарь уже соберет этот заказ. Посещение займет всего 2 минуты. Подойти, приложить читательский билет и забрать свой заказ. Но для того, чтобы все это оборудование работало, нужна и техническая поддержка круглосуточная. Давайте вспомним, как сейчас вообще проходит техническое обслуживание и наблюдение за RFID-оборудованием. Первое, выявляется неисправность силами сотрудников библиотек. И не всегда с момента появления до момента выявления и устранения проходит мало времени. Иногда это может затянуться на несколько дней. После чего сотрудники библиотек связываются с обслуживающей организацией. На этом участие сотрудников библиотек не заканчивается. Если неисправность оборудования можно удаленно, то сотрудники библиотек должны предоставить удаленный доступ. Это опять же усилие. Если же удаленно не устранить, то необходимо ожидать технического специалиста. Страна у нас, к сожалению, большая, а специалистов очень мало. Наша компания готова вам представить свое облачное решение мониторинга. Библио. Библио. Облачный сервис мониторинга Библио. Библио про – это онлайн ресурс, созданный для мониторинга работоспособности и обработки и хранения статистической информации. Какие плюсы этот сервис вам дает? Первое – это круглосуточный мониторинг. У нас есть центр мониторинга, который 24 на 7 будет следить за работоспособностью вашего оборудования. И при малейшей неисправности удаленно подключаться и исправлять. Если же неисправность не устранить удаленно, то заявка на выезд инженера будет формироваться точно так же в автоматическом режиме. Второй плюс – это облачная статистика. На самом деле, именно на статистике внимания я бы не хотел заострять, потому что вся статистика индивидуальна. Сервис гибкий и мы настроим именно ту статистику, которая необходима именно вам. Вообще, цель создания этого продукта была предоставить вам возможность использовать все ресурсы RFID оборудования. Но, опять же, для того, чтобы улучшать этот сервис и дорабатывать, нам необходима обратная связь от вас. – Спасибо, Илья Андреевич. Это рекорд, наверное, по главной вы сказали. Я, наверное, отражу. Стенд есть. Илья Андреевич, там все время на посту. Так привлекательно. Но это в читальном зале, да? – Да, да, да. Как раз, где у нас кофе-брейк. И я думаю, что видели многие. Я думаю, что когда смотрят на оборудование и предлагаемые сервисы новые, вы постоянно работаете над этим. Я думаю, что у подавляющего большинства наших коллег один вопрос, где найти деньги для того, чтобы такую красоту. А главное, что полезно действительно и оборудование, и сервисы приобрести с тем, чтобы быть и соответствовать современным реалиям библиотек в мире. Это не просто картинка, это не просто красота и так далее. Хотя это тоже никуда не отнимешь. Пожалуйста, вопросы к Илье Андреевичу есть? Ну, Арсен, как всегда, пожалуйста, да. Один вопрос, и мы будем переходить к последнему докладу. Скажите, пожалуйста, вы в модельных библиотеках участвуете? К вам обращаются организации? Конечно, конечно. То есть вот по этому нацпроекту, здесь 600 библиотек, ваше внедрение будет? Да, все верно. И может быть второй коротенький вопрос. Должна ли библиотека и ваше оборудование, находящееся в библиотеке, иметь публичные пядры, чтобы этот мониторинг работал? Я боюсь, это уже вопрос к нашим программистам. Спасибо. Я только прокомментирую, я не публичная библиотека, а вузовская библиотека, на самом деле оборудование работает, и взаимосвязь между Русланом, мы работаем на Руслане, замечательная. И вот в плане того, что, конечно, то, что мы находимся в одном городе, и если возникают какие-то проблемы, то моментально решаются все вопросы. Спасибо. Ну, могу тоже, может, скорее не комментарий, а вопрос. Раз вы вот это облако завели, это классно, конечно, да? Думаю, и сервисы будут перерастать, вот то, что видим за рубежом, там шкафчики, где ноутбук можешь взять и оставить обратно, книжки тебе оставили, чтобы чужую стопочку. То есть вот такие вот аккуратненькие полочки, решающие много проблем, и доступные круглосуточные, видели и в публичных, и вузовских библиотеках. А какие неисправности чаще всего случаются, если в облаке статистика не накоплена, так вот из практики? Ведь деталь все-таки удаленно не заменишь. То есть это вот ошибки в ПО, вы тестируете, вот как автомобиль включаешь, и сначала идет тест. Вы как-то вот так же? Ну чаще всего действительно какие-то ошибки в работе ПО. Где-то со стороны, ну с нашей стороны мы стараемся прямо в режиме реального времени устранять ошибки. Но опять же, не со всеми АБИС можно найти общий язык с разработчиками. То есть вот такие вот узкие моменты. А что касается железа, сейчас уже проблем с ними нету, потому что железо уже обкатанное. То есть уже годами обкатанное железо, оно только улучшается. Проблем именно с технической стороны нет. Ну это, по-моему, приятная новость услышать, да? Потому что, ну, где вы размещаете? Офис есть и в Москве, и в Петербурге. Да, я из Санкт-Петербурга. Головная компания Москва. Спасибо большое. Еще раз приглашаю на стенд. Этот стенд регулярно становится у нас лучшим стендом. Посмотрим, как в этом году.